Все, наверное, более-менее опытные люди, которые чего-то в жизни достигали, они отчетливо понимают, что то, что я в жизни достигну, то, что у меня получится, очень сильно зависит от моего внутреннего состояния. То есть, там легко очень увидеть, что ты встал вот с утра в каком-то состоянии, встал, такая у тебя и будет производительность. Поэтому, в принципе, нужно работать с этим, по идее, потому что снаружи, что там объяснять, про это все написано, из кучи книжек, как что делается. Проблема в том, что никто не знает, как этим заняться. То есть, есть же книжки «Думай богатей» или «10 шагов к миллиону» или что-нибудь такое, казалось бы, бери и доделай. Но человек не может просто все, ему внутреннее состояние не дает, какие-то там штуки всякие разные, которые у него внутри. И поэтому одно из объяснений, что мы работаем с внутренним состоянием, то есть, по идее, если человек сказал «хочу чего-то», много денег, к примеру, то мы можем с ним пообщаться, собственно говоря, пытаясь определить, что у него возникает в тот момент, когда он такую цель формулирует, когда он ставит себе что-то такое вполне измеримое, чего можно достичь. Ну и, соответственно, надеемся на то, что если мы с помощью нашей технологии сможем привести его в состояние, когда он на 100% ощущает, что так оно и будет, то, наверное, мы ему помогли. Наверное, теперь он встанет, пойдет и будет все это делать. Тоже, конечно, не точно, но, по крайней мере, с нашей стороны все сделано. Вот такая штука.